Чтобы переписываться по электронной почте, общаться в социальной сети или делать покупки в интернет-магазине, нужно сначала там зарегистрироваться, другими словами, завести учетную запись или аккаунт. У любого аккаунта есть логин и пароль. Логин — это имя пользователя в системе, а пароль — ключ, который открывает к ней доступ. Ваш логин могут знать многие. В почте, например, логин — это одновременно и электронный адрес. А вот пароль должны знать только вы и никто больше. Ввод пароля — это не единственный способ пройти проверку на входе. Иногда вместо пароля используют токен — специальное USB-устройство, которое нужно вставить в компьютер, чтобы авторизоваться. Пароль также могут заменять биометрические данные — отпечатки пальца, голос, сетчатка глаза. Чтобы усилить защиту, сайт или сервис может требовать вместе с паролем что-то еще. Например, одноразовый код, который приходит вам по SMS или создается в специальном приложении. Такой код сложно своровать, да и смысла в этом нет, ведь действует он всего один раз. Двойная защита паролем и одноразовым кодом называется двухфакторной аутентификацией. Звучит серьезно, правда? Но и охота на учетные данные тоже идет серьезная. Чтобы узнать, как именно действуют злоумышленники, смотрите следующий ролик.